Создание сквера в честь 50-летия города Видное сопровождалось жаркими спорами со стороны жителей соседнего дома. Они думали, что эту зеленую зону хотят вырубить, но когда вникли в курс дела, обрадовались и ждали открытия сквера. Я прежде всего хочу поблагодарить жителей города Видное, которые приняли активное участие в обсуждении этого проекта, создания сквера 50-летия, которые внесли абсолютно разумные предложения. То, что создано здесь, полностью удовлетворяет потребности жителей. Площадь сквера составляет около 60 соток, на которых расположены пешеходные дорожки, клумбы, где высажены цветы, установлены лавки и урны, а также малые архитектурные формы, скульптура птицы Феникс и символ 50-летия города. Освещать сквер будут 30 изящных уличных фонарей. В скором времени здесь планируется высадить еще несколько деревьев и кустарников. Я абсолютно уверен, что с каждым годом в каждом населенном пункте нашего района, в том числе в городе Видное, будут появляться все новые и новые объекты благоустройства, будут появляться новые скверы и парки, в которые мы должны вдохнуть свою душу. И тогда наш Ленинский район станет еще красивее и комфортнее для проживания. Владимир Ильич живет в Видном самого его основания. Он помнит, как на месте нынешнего сквера были высажены маленькие деревья, которые ныне достигают высоты с 10-этажный дом. И то, как выглядит место сейчас, его очень радует. Город хорошее. Вот за эти 50 лет, насколько я знаю, все ветераны это помнят прекрасно, знают историю. Этот город жил и развивался, и мы даже завидуем тем, кто после нас будет, потому что он им достанется прекрасным городом, уютным городом, одним из лучших в России. Есть такой в России городок красивый, видным неспроста его зовут. Сейчас такая красота и цветочки кругом. И вот шли-шли, сели, бабушки-то устали, посидели, дальше пошли. Вообще очень хорошо все сделали, молодцы. При реконструкции сквера не было вырублено ни одного дерева, поэтому нам, видновчанам, остается только беречь родной город, уважать труд людей и сохранять чистоту. Юлия Богосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.